Дорогие земляки, уважаемый наш Кокол Козбек Валерьевич, мы обращаемся к вам первый раз. Вот мы пришли на рынок, смотрим какие цены. Цены безумные. Такое впечатление, что наш Роспотребнадзор вообще не работает никак. Не работает. Где наши правители, которых мы выбираем? Депутаты, президенты. Почему вы все не смотрите за порядком? Вот смотрите, например, допустим, взять ЖКХ. Вот этот беспредел о банкротстве. Какие они банкроты, когда люди каждый месяц платят деньги? Ну пусть какой-то процент не платят. Ну в основном же платят люди, да? А куда же вообще они девают эти деньги, что их без конца банкротят? А вот кому надо сделать банкротство, положено по закону, мы не можем сделать банкротство. Потому что у нас нету больших денег, чтобы платить адвокату 100 тысяч. Я вот сколько уже хожу? Да, два года. Я не могу сделать банкротство себе. Не могу сделать. Потому что у меня нету таких денег платить адвокату. А где же наши законы? Вот мы смотрим, да? По телевизору смотрим, да? Они говорят, вот Мишусин, там долги списать пенсионерам, да? Кто попал в трудную ситуацию. Ну где? Когда они нам их будут списывать, когда нас дергают? Водоканал ставит нам заглушки. На каком основании без решения суда они ставят нам заглушки? Самоуправством занимаются. Вот насчет взять пенсии наши. Наши пенсии вообще смехотворные. Это разве пенсии? Кто такой установил прожиточный? 13, там 280, да? Вы пойдете на базар, вы ходите почаще на базар и смотрите, какие цены. Вот эти цены, они вообще не соответствуют нашим, всем этим, вот, как говорится. Они не соответствуют всем. Вот наши пенсии не соответствуют вот этим ценам, да? Зарплаты. Это смехотворные зарплаты. Это что за зарплаты? Когда мы звоним в Москву, мы обращаемся. Они говорят, обращайтесь, говорят, у себя в республике. Значит, когда им что-то выгодно, да? Они говорят, мы работаем по федеральным законам, да? Когда им выгодно. Так, где же эти федеральные... Там, значит, так, пенсионер идет на пенсию. Он никакой там, ну, не инвалид, да? Почему? Он берет путевки бесплатные, приезжает к нам сюда в санаторий отдыхать. А мы не можем отдыхать здесь. Мы не можем отдыхать. Если ты хочешь взять путевку, звонишь везде, по всем инстанциям. Ты хочешь, чтобы получить эту путевку, да? Они говорят, платите деньги. Так, извините, я работала в советские времена. На кого я работала? На какого-то чиновника. Я платила подоходные налоги. Я платила профсоюзные взносы. Я ни раз не ходила на больничные. Теперь что получается, значит, да? Я иду, плачу, переплачу. Мне от пенсии до пенсии не хватает. У меня пенсия 16 тысяч. С меня еще высчитывают кредит. Наше население, да? Всех загнали в кредитное рабство. Вот в 91-м году у нас сгорели деньги. Я ходила в Сбербанк. Мне однократно обращалась, да? Они говорят, ну, получите, получите в 15-м году. Выплатим деньги. Я пошла в Сбербанк именно в 15-м, ну, да, в 15-м году. Я говорю, так вы обещали в 15-м году, что нам выплатят деньги. Где эти деньги? Не выплачивают. Так, извините, мы потеряли дом в районе Горный, хороший район, на улице Учительской. Я на улице Учительской, я как наследник, да? Наследнику должны через полгода все выплатить. Вот имущество, деньги, да? Сколько лет мы еще будем ждать эти деньги? Да у нас уже сколько людей поумирало. Сколько людей у нас уже поумирало. Люди уже не надеются на эти деньги, что мы их когда-то получим. Вот ЖКХ. Все ЖКХ, все ЖКХ надо отдать не в частные руки, а чтобы под контролем контролировалось, под контролем государство. Это что они такие безумные цены? Мы должны платить за отопление целый год. Когда мы, нас отапливают полгода, да? Вот за эти полгода мы должны платить. А не целый год. Они говорят, вот как эта большая сумма, вы не сможете за полгода заплатить, мы делим на остальные неотопительные полгода месяцов. Это что вообще за бардак такой, а? Вообще будет когда-нибудь порядок в нашей республике, а? Вы, когда приезжает Путин, да, вы все говорите, ой, как хорошо, вот у нас дороги, школы строятся. Да, это хорошо, когда дороги, школы строятся, да? Я согласна. Дороги надо тоже, школы надо. Ну, а почему вы ни разу не скажете за пенсионеров? Как живут наши пенсионеры? На какие они живут пенсии? Хватает им или не хватает? Вот все, знаете, у кого доступ к деньгам, все, кто у власти, они жируют, им некуда девать деньги. Ночные клубы кто ходит? Дети чиновников. Простой смертный не пойдет в ночной клуб, потому что ему на еду нет денег. А это кто? От жиру идут ночные клубы. Это уже расточительство денег. Теперь наши Сбербанки почему дают кредиты всем, кому можно и кому не можно? Это как это? Она берет миллионы, не работает нигде, не пенсионерка, ей дают миллионы. Адвокату заплатила 100 тысяч, там сколько, да? Ей сделали банкротство. А она всего там один месяц или два месяца, по 10 или по 20 тысяч заплатила. Значит, мы должны кого-то обрабатывать. Наши дети, которые работают на госбюджете, они должны кого-то обрабатывать, да? Госбюджетникам. Это что за зарплата? 25-30 тысяч, а? Да ты пойди на базар один раз, купи хорошо, да, затерстся, да? И все твои... Это минимум 15 тысяч уйдут. А вот нам установили вот такой прожиточный, да? Например, допустим. Вы объясните, это прожиточный на что? На еду, там, покушать. А вот за коммунальные. Вы это не берете во внимание, что такие дорогие коммунальные? А если, например, допустим, вот в квартире, да, что-то там поломалось, колонку, например, надо чинить, да, она стоит сколько? Ремонт это минимальный 3 тысячи. Теперь, значит, вот эти газовики приходят и говорят, платите за техобслужение. Это вот эти, как можно сказать, которые вот наживаются, да, не работают, они вообще ничего, ничего, они не разбираются вообще. Вот сколько раз у меня была утечка газа, я вызывала, да, на дом. Я говорю, устраните утечку газа. Они берут свои приборы, прибором измеряют, вот у вас ничего не показывают. Я говорю, выгните в этот прибор. Потом я позвала частника, да, я ему заплатила хорошую сумму. Он всю колонку разобрал, сказал, вот у вас утечка показала. А вот эти, которые сидят там, газовики, что они вообще соображают? Какое техобслуживание? Они пришли, спичку зажгли, да, ни черта ничего не делают и приносят потом, распишитесь, приносят 800 рублей квитанцию. Заплатите. За что? Когда этот вообще, вот этот бардак закончится? Когда закончится эта спекуляция? Мы не пришли, как к нормальному рынку, мы пришли к спекуляции. Раньше за спекуляцией людей сажали, а сейчас это все узаконили. Какой рынок? Рынок, это когда ты сам производишь. Вот ты произвел, например, допустим, да, ну продукт возьмем, там помидоры, огурцы. Я согласна. Да, он, это его труд. Пусть он продает за сколько он хочет. Но если ты перекупил, перекупил, это уже не рынок, это уже полная спекуляция. Их вообще, вот сейчас придите на базар, да, вот приедите на базар, посмотрите, яйца продают по 150 рублей. Когда такое было? А? И все хорошо. Вы отчитываетесь перед Москвой, что у нас все хорошо, да? У нас все хорошо. Мы теперь будем постоянно, вот если эта ситуация не улучшится, да, мы будем или Путину обращаться, или вот у нас далеко ходить не надо, весь Рамзан Кадыров. А дороги, я уже за дороги, за этих собак. Собаки, это переносчики заразы. Уже сколько мы ходили, обращались в администрацию. Вы на их коже живете, да? Да. Ну, пожалуйста, сделайте какой-то приют. Собаки голодные бегут. Они вот, идешь вечером, они прям стаями налетают на тебя, бросаются на людей. А почему они бросаются? Да потому что они голодные. Мы уже приходим, мы уже вынуждены из дома что-нибудь, косточки, хлеб там, что-то им нести, чтобы их накормить. Ну, извините, у нас вон домище выстраивают, да? Деньги на все находят. А вот приют сделать для собак не могут сделать. Также вот, я там еще раз хочу сказать за этот туалет. Я обращалась к нашему Ахохову, да, к мэру города. Писала письмо. У нас два кладбища. Одно старое, одно новое кладбище. Уже сколько лет этому кладбищу нет туалета нормального. Почему нельзя сделать туалет, провести воду, поставить там зеркала? У нас вот даже там, когда полиция дежурит, вот пасхальные вот эти праздники, да, они говорят, вот вы ходите, да, почему вы, говорит, не жалуетесь? Почему вы, говорит, не пишете письмо? А как они квартиры, а как они квартиры раздают? Вот я стояла в очередь, да, на квартиру, работала в обществе слепых. Считаю, что я одна весь вод стянула, потому что зрячего туда не посадишь за пайку, да, а у меня как, ну, по эндокринологии я стою на учете, да, у врача. Мне вообще запрещено работать на таких вредных условиях, но я шла ради квартиры. Когда уже моя очередь подходила на трехкомнатную квартиру, этот Кулиев, товарищ, этот, Малик Кулиев, ага, уже его должны были скоро дом сдавать. Он раз посмотрел по списку, ага, кто? Такая-то стоит, такая-то стоит в очереди, значит, он раз начал сокращать. И в Москву писали там жалобы, жаловались по поводу квартир. Ну, ничего, никаких сдвигов. Ну, в общем, все, что, ну, сразу еще не вспомнишь, что сказать, да, ну, у нас еще есть время, мы еще не раз будем выходить на связь. Ну, то, что накипело на данный момент, да. Да, будем говорить. Еще можно, знаете, сколько говорить, говорить и говорить, да. Сколько раз мы хотели попасть к вам на прием, да. Ладно, пишите там заявление, да. Почему мы не можем попасть на прием? Кого вы вообще принимаете? Вот кого? По блату, что ли, или своих родственников, да. Вот идешь, например, допустим, я сколько раз ходила к Ахохову. К Ахохову. Ахохов, да. Ахохов. Ахохов, да. Мэр города. Обращалась к нему за материальной помощью, да. Хорошо, ладно, хорошо. Все, приходят отписки. Ничего хорошего. Они только вот сидят, да. Не попали к нему, например, да. Они, да, это. Они вот сидят, только отписками занимаются. Они вообще делом не занимаются. Хватит уже людей обворотить, и с капитальными ремонтами, вот это вот, и вот эти вот ЖКХ поднимать, повыгонять их всех оттуда надо. Эти директора, я не знаю, в год сколько раз меняют этих директоров. Они уже до того зажрались, уже, извините, что дальше уже некуда. Некуда дальше. Они уже не знают, куда свои деньги складывать. А мы от пенсии до пенсии не доживаем. Это что за пенсии вообще, а? Ну, пока все. Я думаю, что еще вопросов будет много, да? Я думаю, что мы увидимся с вами поговорим. Еще вопросов будет очень много, да? Наверное, я не знаю. Ну, я так же сказала, да, по пенсии, вот по всем ЖКХ, дорогам, собаки, за туалет уже самое главное. Я вот обращалась к нему, весной, я думаю, ну, к Пасхе сделают. Мы, говорит, сделали там, знаешь, забегалка такая вот. Ну, сколько лет этому кладбищу, да, вот идем. Это где, на Искожей? Нет, вот наше кладбище, да, новое, и вот это стало. Спасибо, Антонина.